Смотрите, еще рыбу продают. Закупились пятерочки. Девушка, для того, чтобы снимать, вы должны спросить моего разрешения. Я хозяйка здесь. Хорошо, в следующий раз мы вас спрашиваем. А, вы хозяйка магазина. Будем знать теперь все. Смотрите, еще рыбу продают. Какую вы хотите рыбу взять? Какую хотели? Ну, сейчас папа подойдет, наверное, не знаю, какой-то вы там. А, вам сейчас выберем. Ты какую хотела рыбу? Смахали. Какую рыбку ты хотела? Я хотел купить сама. Там не было, да? Сама не было, да. Другая есть, вот сама не была. Идем пятерочку? Да, пойдем. Идем. Маску надо бы только надеть. Надеть. Есть ли? Да, есть, есть. Кысик сидит. Кысик. Решили зайти сначала в магнит-косметик. Посмотрим то, что нам нужно здесь для дома. Розовую и такую, да? Ну, да, да. У меня розовая была. Это жесткая. Жесткую не надо. Все жесткие. Ну, а среднюю возьму. И вот я такой люблю пользоваться пастой. Мне она, например, нравится, подходит. Так что мы это заберем. И шампунь смотрим. Напишите, кстати, чем вы обычно пользуетесь, что вы покупаете какие-то шампуни. Вот я люблю всегда где-то дав. Ну, думаю, многие знают дав. Вот. Мне она подходит для моих волос. Я тут тебе еще двуковую яму маркеткуручку. Мне мама открывала волос. Ну, ты мне. Горячий. Даже еще горячий. Пока доедем с рожей. Мы любим аромат свежего хлеба, что печем его каждые три часа. Ну, как обычно мы берем три десятка. А нет такими траншетками? Двенадцатая часа. Ну, его сейчас только привезли. У нас, как я видела, свежая была. Двенадцатая, а сегодня уже просто. Как не все это? Ну, у нас сейчас только привезла, я видела, женщину. Продавец. Единадцатая. Во-первых, мы же будем все равно. Омлет надо сделать. Ну, как раз. Двенадцатая, посвежим. Ну, все, посвежим. Лучше. Ну, не прости. Я сейчас пакетики, что же возьму, попадаю. Это что-то не видит. Угу. Кусики. Стоит, не может решиться, какое масло ей взять. Ну, я всегда обычно беру коровку из кореновки. Но она сегодня даже 162 рубля стоит. Нет, она стоит 149 рублей. Которая 82 рубля. Так, у тебя 72% это 150 рублей. А это стоит 89 рублей. Ну да. Бери любое, это же на выпечку. Помогла хоть Моми решиться купить, а то долго выбирает. Стоит. Я такие сюда беру с маком. Вот. Сахарные с маком мне нравятся. Закупились пятерочки. Основную массу товаров, которые мы купили, я все-таки вам показала. Вот. Теперь идем в машину. Еще осталось купить что-то к чаю. Сейчас еще пойдем в мясной магазин. Купим мясо для дома. Все здесь близко. В самом центре Синова находится. Поэтому можно было даже не ехать, а пешком сходить. Ну, давай, вот тут оставлю, вот там. Девушка, для того, чтобы снимать, вы должны спросить моего разрешения. Хорошо, ладно. Хорошо, следующий раз. Первый раз. Вот сама никакого не говорят. А почему не говорят? Потому что они знают, какую целью. Какую целью? Показать своим близким. Для домашнего влога. Как мы здесь живем? Ну, я вот так реагируюте на это. Нет, для этого не говорили. Я вообще даже не... Как сказать? Даже не дорожу вас. Хотя мы у вас постоянно все покупаем. Вот я уже снимала у вас. Просто был мужчина. Надо даже ни слова не сказать. Надо просто меня спросить. Хорошо. Я хозяйка здесь. Хорошо, в следующий раз мы вас спрашиваем. А, вы хозяйка магазина. Будем знать теперь все. Хорошо. Спасибо, до свидания. Поверьте, пожалуйста, здесь такую табличку. Мне снимать без разрешения. Вот, друзья, видите? Вроде бы пришли покупать, а все равно люди запрещают снимать. Вот какой-то вот негатив. Вот в сельской местности люди, видимо, еще не очень к этому привыкли. Ты вроде бы приходишь, знаете, делать им рекламу, а получаешь вот такие вот претензии непонятные. Поэтому порой очень не хочется снимать в таких местах. Вот. Но ради вас, вот серьезно, ради вас я это пересиливаю. Вот. Возможно, когда-нибудь люди поймут, что в этом ничего нет плохого. Это же реклама. Конечно. Это бесплатная реклама. Ну, значит, больше не покупаем. Почему? Значит, чего-то боятся. В Тамане, в Тамане мы приезжаем, и никто не боится. Мы показываем цены. Рад бояться на съемке, чего-то бояться. Я для чего это оставила, чтобы люди понимали, что это не так легко снимать такие видео. Потому что очень многие реагируют некрасиво. Потому что можно отвернуться, да, там. Нет, вот им нужно задеть. Вот хочу вам обратить внимание, что с нашей стороны никакого негатива не было. Мы просто покупали продукты. Приносим деньги в магазин. Возможно, женщины это посмотрят, это наше видео, и обратят внимание. И в следующий раз уже для новых покупателей будет относиться к ним более тактично. Поэтому вот так вот, друзья. Обязательно поддерживайте наш канал, наши видео лайком. Без вашей поддержки. Тяжело что-то делать дальше, это точно. Проезжаем со сквериком Синовским. Люди гуляют. Ну, в такую погоду, мне кажется, самое то сейчас гулять. Будем останавливаться? Нет, мы сейчас по делам едем, по магазинам. Сейчас идем в магазин «Оптовик» называется. Для того, чтобы там посмотреть выпечку. Именно что-то к чаю. Первый раз я там буду. Вы тоже первый раз? Ну, я здесь бываю, два раз. Один раз. Ничего такого не покупала, потому что, ну, мы вдвоем, как бы, бабушка сладостей не ест. Ты сейчас у нас находишься... А я ем сладости, ем я их хорошо. Ну, я думаю, мы сейчас начало с выпечкой. Вот, коробочка. Здесь не было раньше этого. Вот. Сейчас я выберу что-нибудь. К чаю. Если что, там еще в магазине сидят. Да, бегать не будем. Я думаю, здесь я ее купю. Выберу что-нибудь. Вот такие вот печенья сдобные, творожные. Цена не написана. Посмотрим на кассе. Печенья стоят 173 рубля. Хотели оплатить по карте. Оказалось, говорит, у нас нельзя в магазине оплатить картой. Можно только наличкой или переводом. И вот в сельской местности так очень часто, что нужно обязательно, чтобы была у тебя наличка. Вот так вот, представляете? Вроде бы сейчас все купили. Мы сейчас дома уже? Да. Проезжаем научный исследовательский центр Фоногория раскопки. Здесь всегда очень красиво, так территория ухоженная. Сейчас в этом году, вернее, даже в прошлом году начали водить экскурсии на Фоногорию. Так что, если кто-то не был, обязательно побывайте. Но я не была там потому, потому что я там копала. Я там проходила практику. И, в принципе, я очень много чего знаю про Фоногорию. Потому что я еще и диплом писала по этой теме, по городам, которые у нас здесь. На Керческом, на Атаманском, Полуостре. Поэтому для меня там особо, наверное, ничего нового не будет. А вот для вас, если хотите, приезжайте сюда летом, сходите на раскопки, на экскурсии. Вот сюда вот обычно люди подъезжают. Экскурсии написаны. У нас вот проезжаем место. Посмотрите, сколько здесь воды. И думаете, почему она здесь стоит? Это вот когда у нас в августе, летом были потопы по всему краю. Вот здесь вот столько воды скопилось, и она до сих пор никуда не ушла. У нас здесь такое организовалось самопроизвольное озеро. Вообще. Видите, как все затоплено. Казалось бы, уже полгода прошло, но не, вода куда-то не уходит. Почему-то не уходит. Но красиво даже так выглядит, потому что эти столбы так в воде стоят. Я тебя сейчас удивлю. Здесь не только наша кошка, там еще кот сидит. Он увидел меня. А он всегда к нам приходит. Ужас. Они две морды похожи друг на друга. Он к нам приходит, всегда в окна заглядывает. Мышка, давай иди за дверь. Ой, вернее, иди в дверь заходи, а не через окно. Вот кот наглый вообще же не боится. Собака была бы на улице, так вообще его шуганула бы. Мышка, мышка, иди домой. Иди домой. Она хочет с другом. С другом еще, чтобы мы их вдвоем приютили. Вон какой большой такой крупный кот. Все, пошла, видимо, понимала. А, нет, смотри. Сидит. Смешная она такая вообще. Ну, кушать захочет, придет. Ну. Иди домой. Че сидишь? Иди домой. Хочешь есть, иди домой. Че, ну, где? Вот она сидит. Такая смешная колобушка. Да не одна, там еще кот. А, так он ее и держит? Нет. Держит он ее. Иди он. Ну, он уже убежал. Тут он где-то вот рядышком, вижу. Ходил только что. Папа показывает ей, типа, мол, давай, иди домой, иди домой. Машет рукой, может поймет. Вот, если сейчас бабушка бы не болела, она давно бы уже кошку бы на руках домой принесла покормить. Она уж ее кормит по расписанию несколько раз в день. Папа ушел за кошкой. Все, поняла. Смотри, поняла, услышала. Все, пошла домой. Ждем тебя дома, киса. Тут не видно все равно. Все, домой принесли. Уж бабушка очень просила кошку. Что, Ксюша? Мышь пришла. Обоссал окно, кот пришел. Вот наглешь. Я такой еще не видела ни разу. Он подошел и обоссал окно. А зачем окно-то? Ну как зачем? Чтобы пометить территорию свою. Бессовестный. Малышку надо... Мы твою рожу запомнили. Иди, малыш, гоняй его. Он еще угол пометил. Ну, уже ушел. Все, малыша выслеживает кота. Уже она здесь. За место него. Пусть работает собачка. Это ее территория, а не кошаков всяких, левых. Совсем недавно родители решили, наконец-то решились провести в дом домашний интернет. И теперь мы можем работать за компьютерами, потому что это основное времяпрепровождения у нас с мамой. И тут я сейчас сижу, гружу для вас влог, который выходит каждый день в 6 вечера. И интернет пропал. Звоним в службу. Что нам говорят? Обрыв кабеля. И неполадки будут 2-3 часа. Я такая, ну здрасте, приехали. И что мне сейчас делать? А если человек работает из дома с помощью интернета, как он будет? То есть в селе вообще нельзя работать так, что ли, в интернете? Это что, надо только в городе жить? Это папа месит что? Цемент. Цемент? А водички? Водички же надо еще поместить. Я пока так размешиваю. Это что такое? Малышенькая. Зачем? Надо. Короче, надо. Просто надо. Надо. Пластификатор. Ого. Чтобы он пластичный был. Давай, давай. Я тебе помогать пришла? Там потом кирпичи подавать лучше будешь помогать. Да, ну хорошо, ладно. Солнце было так тепло. Мне кажется, было даже на улице лучше было. Я выходила сколько раз, было лучше. Сейчас как-то, мне кажется, зябка как-то. Да, уже стало холодно. Потому что, может, я когда что-то делала, сейчас встаю, вот, как-то холодно. Вроде несколько дней холодно, да, такая стоит температура пониженная. А мы уже хотим теплее, чтобы было. Мне даже написали некоторые, говорят, нам уже зима надоело. Я говорю, так, вроде несколько дней еще, так как мне лежит. А тот скребок-то куда у нас делся? У нас же еще один был. Какой скребок? Ну, как он называется, правильно? Мастерок. Мастерок-скребок. Ну, просто мы с ним делали ремонт дома. Вон я постоянно все им делала. Да, натреснула тут ковручка. Да? Там тонкая ручка была. Сам металл тонут. Мастерок-скребок просто уже все отслужило. Сколько мы там у себя делаем ремонт. И здесь сейчас у нас сколько делаем. Просто уже все приходит тоже в металл. Если вообще все пластмасса... Если что, потом ведро подошло. Если вообще пластмасса ломается быстро, я заметил. Все, ведра ломаются моментально. Или какое-то такое качество, наверное, еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы когда-нибудь пробовали такой вот калмыцкий чай? Мы вот подсели на него. Но я, правда, много его не могу пить. Вот я сейчас давно не пила и захотелось... Вот так вот он выглядит. Его заливаешь водой горячей. И пьешь. В Калмыкию хочу поехать. Моя мечта уже несколько лет. Вот. Готовлюсь, пью чай. Кто пробовал, напишите, как вам такой чай. Он очень необычный. Правда, на любителя. Не знаю, всем ли понравится такой чай. Сейчас его размешаю. Возьму ложечку. И буду пить... Буду пить калмыцкий чай и монтировать влог сегодняшний. Всем хорошего вечера! Субтитры подогнал «Симон»!